Бог Господь и явися нам благословен гряды во имя Господне. Эти слова про Кимна Великого сегодня звучат по-особенному, потому что к нам идет Христос. Он идет к каждому сердцу человека. Он не только входит в Иерусалим, он подходит к каждому и словно спрашивает, веруешь ли, что я могу это сделать? А что, Господи, я не знаю, что и попросить у Тебя. А веруешь ли, что я все, что не попросишь, могу сделать для Тебя? Иди, и как Ты веровал, да будет Тебе. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы напомнить вам слова, которые мы часто слышали в этот праздничный день и накануне этого торжества. «Общее воскресение, прежде Твоей я страсти уверяя, из мертвых воздвигл ясти Лазаря Христе Божий». Если мы вникнем в слова этого песнопения, то мы должны с вами очень четко для себя понять, что они означают. «Прежде Твоих страданий, Господи, Ты открыл нам тайну, что всех нас ждет общее воскресение. И потому уверил эту тайну своим удивительным, сверхъестественным чудом. Ты воздвигал, то есть воскресил из мертвых четверодневного Лазаря». Вот какие слова сегодня предлагает Церковь для нашего с вами размышления. Давайте представим себя, что означают эти слова для нас. Не для тех, которые видели воскрешение Лазаря. Как бы мы хотели с вами оказаться возле той пещеры, куда было положено тело умершего Лазаря и смердящего. Сколько людей уверовались, убедились в том, что Иисус есть истинно победитель смерти. Ведь по его только слову Лазарю тебе говорю, «Гряди вон!» То есть «выйди!» И он выходит в пеленах повитый, выходит мертвец смердящий, который бы уже должен был разлагаться. И вдруг он оживает. И на удивление всех живущих, выйдя из гробницы, производит такое впечатление, что равнодушных никого не оставляет. И люди передают друг другу, вы знаете, что мы сегодня видели? Что? Мы видели, как воскресший труп смердящий вдруг вернулся к жизни. Он вышел, и мы говорили с ним. И он говорил с нами. Эта весть настолько разлетелась не только по Иерусалиму, но и по окрестностям, что люди отовсюду стали стекаться в Иерусалим, чтобы посмотреть на того человека, который победил смерть, которого по одному только слову воскрешает мертвых. И представьте себе, сколько было людей. И когда вот он идет, а он шел, как царь, но царь не земной, а небесный, которому не нужна была слава людей, он царь небесный всех людей, потому что он есть не только спаситель, но и помощник, и покровитель каждого человека. И скромно на жеребяти, то есть на осленке, он въезжает в этот древний город Иерусалим. И люди, видя этого чудотворца, снимают с себя одежды, режут пальмовые ветви. Вот откуда мы стоим с ветвями в руках, с вербами. Верба у нас просто раньше расцветает. У нас не растут пальмы. А вот вербы, цветы, с которыми мы встречаем Господа, словно как те, живущие в городе Иерусалиме, пришли встретить своего Господа, того, который побеждает смерть, того, которого давно ждали, того, без которого так трудно жить, так трудно верить, так трудно любить. И вот он входит. Он входит в этот город, а перед входом на Елеонской горе он скажет, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели. Все остается, дом ваш пуст, и отныне не увидите меня дотоли, пока не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Господне. Христос, входя в Иерусалим, как свидетельствует Евангелие, прослезился. Он плакал. Давайте вдумаемся в эти слова. Все ликуют, все радуются. Радуются, что он идет, тот, который побеждает смерть, тот, который, наконец, вот-вот воцарится, и победит все это многолетнее время римского оккупационного периода. Но Христос идет не за этим. Он идет не для того, чтобы избавить людей от рабства чисто человеческого, а от рабства греха. И потому он плачет. Потому что знает, что буквально через несколько дней те, которые кричат ему «Ассанна», будут кричать ему «Распни». И он это знает и идет. Он идет на добровольную свою страсть. И потому говорит, прежде этой страсти общее воскресение. Он уверяет в воскрешении Лазаря. Тебе, мы, сегодня стоящие в храме, якоб победителю смерти вопием, ассанна в вышних благословен гряды во имя Господне. Скажет кто-то из нас, хорошо было веровать тем, кто видел эти чудеса, кто стоял у входа в Иерусалим, кто видел грядущего Господа. А как нам увериться в общем воскресении? Если мы верующие люди, то мы должны в первую очередь верить тому, что написано в Евангелии. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если мы не верим написанному, а написали те, которые видели, авторитетные апостолы, их источник является для нас истинной правдой, в которой мы не сомневаемся. И если они видели и написали, то нам нет основания сомневаться. И это развеет наши сомнения и наше неверие. Итак, первое, что мы должны запомнить в сегодняшний праздник, это то, что открывает нам истинную веру в нашу бессмертную жизнь, в победу жизни над смертью, в наше с вами воскресение. Это вера в Евангелие. Христос так и сказал, веруйте в мя и веруйте в Евангелие. Вот это вера в Иисуса Христа через открывшееся для нас Слово Божие перед нами через апостолов и будет тем укреплением нас в вере. Второе, мы найдем там описание, как Христос действительно воскресил Лазаря, но кто-то снова усомнится и скажет, но я, Господи, не был там. Как мне, человеку чистотелесному, трудно уверовать, если я не увидел. Но давайте мы с вами посмотрим на самый главный пример самого Христа. Ведь апостолы тогда еще не знали, не знали тогда встречающие в Иерусалиме люди, которые пришли с ветвями в руках для того, чтобы встретить Иисуса. Но они не знали, что Он идет не только на смерть, но и в воскресение. А мы, христиане, знаем, что Христос, который был распят и положен в гроб, воскрес в третий день. И это ли не уверяет нас с вами в общем воскресении, в канун этого великого торжества, до которого остается ровно одна неделя? И если кто-то и здесь усомнится и скажет, а мне бы хотелось что-то такое увидеть или узнать, что действительно является моим убеждением в грядущей жизни. И здесь, особенно по весне, каждый из нас, если не ранее, то уже в эти дни, сеял зерно в землю. И снова на ум приходят слова Евангелия. Из Евангелия Таана, который говорит, «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, принесет много плода». Вот всякое зерно, которое сеют люди по весне, они знают, что не просто они зарывают его в землю и все, трагедия, конец. Какое было хорошее зерно! Слезы, проводы зерна, пропало зерно. Ну, разве можно назвать разумным такого садовода, который сеет и не ожидает большего? Вот так и мы должны верить, что сеется в тлении, восстает в нетлении. Вот почему Христос, общее для всех воскрешение и для нас с вами, прежде своих страданий, уверяет, чтобы когда мы увидим Его распинаемого, когда мы увидим Его страдающего, чтобы мы не усомнились, что Он страдает за наши грехи, но искупив Своею невинною, причистую кровью грехи всего человеческого рода, Он в третий день восстанет и скажет всем, кто будет жить в Его время и после Него, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Вот я хочу пожелать вам, дорогие, веры в собственное бессмертие. Сегодняшний праздник в общем всех людей воскрешение нас уверяет прежде страстной седмицы. Иначе жизнь наша совершенно бессмысливается, если я живу только ради того, чтобы пожить, поесть, поработать, заработать и умереть. И умереть навечно. На веки веков Меня не будет. Не будет моих родных и близких, моих детей и внуков. Никогда не увижу. Какой ужас, какой кошмар, ради чего я пришел в этот мир, чтобы разлучиться с теми, которых люблю, ради которых жил. Зачем тогда я родился? Зачем я умираю? Мне ничего тогда непонятно, если за гробом жизни нет. Но как христианин, уверовав в победителя смерти, в Господа нашего Иисуса Христа, я не сомневаюсь, что жизнь после моей смерти будет продолжаться. Потому что Христос пришел победить Своей смертью и нашу смерть. И нам даровать жизнь вечную. И для меня гораздо радостнее верить в собственное бессмертие, в жизнь моих родных и близких, которые ушли уже в тот мир, мир лучший, в Царство Бога, где все святые, где уже нет болезней, нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Моя жизнь обретает смысл. Оказывается, я пришел в этот мир для того, чтобы подготовиться к вечности. И зная, что я ничего из этого мира не унесу, кроме добрых дел, кроме дел милосердной любви, я буду стараться делать их как можно больше, невзирая на то, что я соберу. Но как хотелось бы, чтобы больше дел было добрых среди тех, с которыми я общаюсь, с кем живу, к которым обращаюсь. Вот и сегодня, пользуясь возможностью, я обращаюсь ко всем вам, спешите делать добро, пока вы живы. Когда наша жизнь уже прекратится, и Господь призовет нас в страны вечности, уже нельзя будет добрых дел делать. Уже там будет только воздаяние. Как сказано в Евангелии, должно однажды человеку умереть, а потом суд. После смерти мы встретим лицо Господа. И вот с каким сердцем, с какой душой, с радостью или с огорчением, с удивительным чувством ожидания или с унынием и уклонением от Него зависит от того, насколько мы с Господом поживем. Я хочу пожелать всем вам, дорогие, что если здесь мы будем жить с Господом, то не сомневайтесь, когда мы перейдем в вечность, мы обязательно с Ним встретимся. И вот эта радость ожидаемой встречи дает мне силы, дает мне радость, дает мне упование жить и творить, и созидать, и строить, и воспитывать, и трудиться, и любить, и надеяться, и умирать с Богом. Я предлагаю вам, дорогие, встретить Господа у дверей своего сердца. вот там Он, Он у каждой двери нашего сердца стоит и стучит. И кто отворит Ему, войдет к Нему и будет вечерить с Ним. Если ты не хочешь открыть свое сердце, осветил вербой, иди домой, для твоей сердца еще закрыто, ты его еще не встретил. Если ты отворил двери сердца своего Господу, Он обязательно войдет и наполнит сердце твое радостью, верой и надеждой на собственное бессмертие. А без этого действительно это не жизнь, это смерть, медленное умирание. А если Христос в нашем сердце, если мы причащаемся Его, если мы снова в воскресенье спешим, чтобы снова к чаше подойти и соединиться со Христом, тогда мы христиане. Я хочу выразить такое понимание тем, кто пришел первый раз. Не останавливайтесь. Каждый из нас когда-то сделал первый шаг. Главное не уклоняться от этого и прийти ко Господу. И когда ты почувствуешь радость присутствия Бога в твоей жизни, ты уже ни на что Его не поменяешь. Вот, дорогие братья и сестры, о чем мне хотелось поделиться с вами в этот замечательный праздник Вербного Воскресения. Так что сегодня мы не освящаем вербы. Знаете об этом? Мы сегодня освящаем христиан, которые с вербами пришли. А кто только вербы освящает, они уже ушли. А вы сегодня освященные с вербами в руках пришли встретить Господа. Вот мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вы увидели сердцем Христа и уже никогда от Него не отходили. И это и будет залогом нашего с вами общего с вербом. воскресением всех вас, счастливые христиане, кто пришел также с вербой в руках встретить Господа нашего Иисуса Христа, грядущего в Иерусалим на добровольную свою страсть. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok